Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии я, Аида Малахова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. В IT-лицее Казанского федерального университета состоялся урок цифры. Банк ВТБ перестал быть акционером Первого канала. Япония построит завод по производству водородного топлива прямо на Луне. Какие профессии востребованы в 21 веке? Что такое искусственный интеллект? Ответы на эти вопросы ученики IT-лицея Казанского университета узнали на уроке цифры. Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Айрат Хасянов, экс-директор IT-из Казанского университета, ныне руководитель школы 21, и генеральный директор Сбера в Татарстане Рушан Сахбиев провели для учеников IT-лицея урок цифры. До лекции гостям провели экскурсию, показали технопарк, лаборатория и музей электроники. Урок же прошел в библиотеке IT-лицея. Он позволяет им правильно расставить акценты, приоритеты, выбрать направление, понять, каков спектр профессий 21 века, и какова важность и роль тех фундаментальных дисциплин, которые они изучают в школе. И кроме того, для кого-то из ребят это возможно откроет какие-то новые горизонты, о которых они прежде представления не имели. Школьникам рассказали об основах и принципах работы искусственного интеллекта, а также о карьерных возможностях в этой области. В конце урока ученики задавали интересующие их вопросы. Кристина Надышина, Виолета Басова, Универ Ньюс. Недавно в СМИ появилась информация о том, что публичное акционерное общество ВТБ перестало быть акционером Первого канала, избавившись от 20% акции контрольного пакета. В истории разбирался наш корреспондент. Банк ВТБ вышел из Совета акционеров Первого канала. Контролирующим акционером телеканала является государство, однако часть акций принадлежит другим компаниям. Например, Росимуществу принадлежит 38,1 вещатели, еще 9,1 – УФГУП и Тартас. 3% УФГУП – телевизионный технический центр Останкино. Владельцем оставшихся 49% до 2011 года был бизнесмен Роман Абрамович. В декабре 2010 года 25% Первого канала у него приобрела национальная медиагруппа. Летом 2018-го ее доля увеличилась до 29%. Абрамович был вынужден сократить свой пакет акций до 20%, так как стал гражданином Израиля. А по закону о СМИ иностранцы не могут владеть более 20% в любой компании учредителей российского СМИ. Окончательно Абрамович вышел из бизнеса Первого канала в марте 2019 года, а 20% его акций перешли к ПАО ВТБ. И теперь ВТБ вот вышел из акционеров телеканала, но к кому именно перешли 20% пока не ясно. Все, что связано с медиа, оно не совсем рыночное. Нельзя абсолютно рыночными категориями рассуждать. Очень часто, когда какой-то медиа сливает какой-то пакет своих активов в пользу другой компании, это не означает, что та компания, которая сбросила пакет акций, вот прям совсем разочаровалась и бежит со скоростью ветра вот от данного медиаресурса. Такое решение о выходе из совета акционеров может быть обусловлено тем, что Первый канал за последний год сдал позиции в рейтингах популярности телеканалу «Россия-1». Согласно данным за 2019 год, среднесуточная доля аудитории «Россия-1» среди всех зрителей старых 14 лет, проживающих в крупных городах, равнялась 11,8, Первого канала – 10,4. Схожая ситуация сложилась в первом полугодии 2020 года. У «Россия-1» почти 12,3%, в то время как у Первого канала – те же 10,4%. Есть такая проблема, как кризис доверия. Он преодолим, это не критично. Доверие, и рейтинг доверия, и рейтинг смотрения, если уж мы этими категориями оперируем, у телевидения, у традиционного телевидения падает. И на этом фоне ты вырвался вперед, это еще не значит, что на самом деле вырвался вперед, просто у другого упало чуть больше. Несомненно, Первый канал является флагманом российского телевещания. Телеканал занимается производством телепрограмм, сериалов, фильмов, новостей и другого информационного контента. Пока что неясно, кому перешли 20% акций, бывших ранее у банка ВТБ. У нас у зрителей остается только один вопрос. Это сделано ради повышения качества исходного контента, который будет потом получать потребитель? Либо это сделано в каких-то исключительно политических, идеологических соображениях? И тогда ожидать улучшения качества контента нам не приходится? Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс. Освоение космоса человеком уже давно не фантастика. Особенно хорошо мы изучили нашу самую ближнюю соседку Луну. Но что, если люди смогут производить на спутнике важнейшие химические элементы? Кислород, водород и даже научатся добывать питьевую воду. С такими возможностями окажутся доступными более длительное пребывание человека на Луне и его продуктивная деятельность. Это уже вполне реально. О подобных амбициозных планах заявила Япония. Как им удастся осуществить это и что за этим может последовать, смотрите в нашем следующем сюжете. Возможно здесь, на Луне, в 2035 году построят завод по производству водородного топлива. Так заявляет Япония. Проект позволит снизить затраты на транспортировку топлива с Земли. Вот так агентство представляет базу на Луне. Хотя жидкой воды на ее поверхности нет, получать водород, кислород и питьевую воду можно из залежи льда, которые предположительно находятся в южном полюсе спутника. Пока никому 100% не доказано и никем не обнаружено, что там вообще есть ресурсы для производства этого водородного топлива. Считается, что на полюсах Луны может быть наносной лед. Вначале товарищам японцам надо доказать 100%, что на Луне этот лед имеется и в каком количестве. Заправляться топливом будут луноход и корабль, который будет доставлять астронавтов на поверхность Луны и забирать их обратно на орбиту. В то, что там будет завод, не верю. Дай бог, что там будут какие-то, может быть, такие вот роботизированные базы на Луне. Очень этого жду и надеюсь, что это произойдет. Но для этого вначале все-таки нужно опять возобновить на Луну полеты станций, которые будут осуществлять посадку, исследования на поверхность Луны. Это очень длительный и очень дорогостоящий проект. В регионы России вводятся новые технологии, а именно системы распознавания лиц. О том, чего нам ждать от этих новшеств, расскажем далее. Компания NtechLab объявила о запуске пилотных проектов установки системы распознавания лиц в 10 городах России. Камеры планируют располагать на остановках, домофонах и общественных площадках. Алгоритм работы данной системы довольно прост, как сообщают специалисты. С лицами происходит все следующим образом. Мы сделаем некоторую математическую модель, чаще всего это, например, нейронная сеть, которая является функцией с параметрами, в которой очень много параметров. И мы подаем на вход входные данные и результат. И модель внутри нейронной сети, например, она подстраивает свои параметры, чтобы всегда давать ответ, что вот это именно этот человек, она обучается. Систему вводят для того, чтобы определять людей, нарушающих карантин, а также для лиц, разыскиваемых полицией. Кроме того, компания рассчитывает, что благодаря системе видеонаблюдения можно будет прогнозировать загруженность дорог и оптимизировать потоки транспорта. Мы отслеживаем человека, который хотим найти быстрее, чем мы искали бы его стандартными способами. То есть вместо пысковой группы теперь можно посмотреть по камерам, где ее в последний раз видели. Ну и вообще такие системы, конечно, в теории хороши еще в плане контактных. То есть, например, если мы ищем контактного человека, который находится рядом с тем, кто заболел коронавирусом, то мы можем также его распознать и найти и предупредить, что он в потенциальной группе риска находится. Несмотря на очевидную пользу от данной системы, здесь также есть и обратная сторона медали. Так в одном из городов Китая ввели так называемую цифровую диктатуру. Не только система распознавания, а также система анализа данных, то есть что человек там делает, какие покупки он совершает. В итоге граждан делит на несколько, ну, каста это неправильное слово, но вроде того. Например, человек там, допустим, нарушает скорость, да, эта информация попадает в эту систему, у него рейтинг понижается. Он расстраивается, например, идет в больницу, покупает какое-нибудь средство для успокоительного. И как бы эти данные снова влияют на него плохо. Некоторые считают, что просто такие системы, они формируют у человека заранее мнение, что человек, вот он попадает, как в зависимости от шаблона, который на деле, что вот он такой, больше он неисправим. Вот это может усилиться. Кристина Надершина, Ленардо Влетьяров, Универа Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»